Всем привет! В последнее время многие люди спрашивают, как избавиться от страха заболеть. Это имеется ввиду вот новой вот этой коронавирусной инфекции и другими болезнями. Это не только касается именно вот этой новой коронавирусной инфекции, но также и всех остальных. Значит, здесь нужно понимать, что страх делится на два вида. Первый тип страха помогает нам, прежде чем выйти на улицу, мы одеваем маску, перчатки, лишний раз моем руки. Да, если мы видим, что какой-то человек закашлялся, мы пытаемся увеличить дистанцию между ними, то есть отойти куда-то в сторону, меньше посещать места скопления народа и так далее. Это первый тип страха. Бороться с ним никак не нужно. Это таким образом он нас защищает, да, он нам напоминает об опасности, да, и таким образом, то есть мы, значит, он сподвигает человека принимать какие-то защитные меры для этого, да, то есть он полезный, то есть он идет на пользу. Так, бывает второй тип страха, когда он перерастает в навязчивые идеи, в навязчивые мысли и состояние тревоги, которые мешают человеку, да, то есть он не может быть. Поэтому страх становится уже чрезмерным, вот, и начинает беспокоить человека, то есть, например, человек лег спать, да, и тут он начинает вдруг думать, то есть постоянно у него крутятся мысли о том, чтобы как бы вот сделать, чтобы не заболеть и так далее. И таким образом нарушается сон, нарушается обычный ритм человека и так далее. Вот в этом случае, то есть когда вот этот страх накапливается и приводит уже к нарушению обычного поведения, что так, и приводит к дискомфорту. Потом он может выливаться в так называемые панические атаки, когда уровень вот этого нервонапряжения накапливается, и он может вылиться в так называемые панические атаки, то есть приступ вот этого необъяснимого страха, непонятно что-то. Это сопровождается различными вегетативными расстройствами, такие как частые сердцебиение, дыхание и так далее, различные мысли, да, например, страх смерти, да, то есть к страху заболеть еще присоединяются и другие страхи. Например, мы начинаем излишне беспокоиться и задуматься о жизни своих близких, о том, допустим, если я умру, как они будут себя чувствовать и что, и кто им поможет, и кто их будет обеспечивать, и как они останутся без моей заботы и так далее, если вдруг со мной что-то случится. И когда вот этот тип страха, он уже как бы переходит определенную грань и начинает вас беспокоить, значит, это повод обратиться обязательно к врачу. Страшно в этом, ничего нет, то есть вот слово психиатр или психоневролог для нас по-прежнему остается таким каким-то страшным. Вот, на самом деле ничего страшного, в этом нет, на сегодняшний день на рынке огромное количество препаратов, которые достаточно успешно справляются вот с этого вида проблемами. Вот, но обычно для снятия острого приступа страха, так, используются, ну там, квалилизаторы, название я говорить не буду, то есть это вы, если это необходимо, то есть это вы посоветуетесь со специалистом, это его прерогатива, то есть он вам назначит дозировку, он нам назначит препарат, потому что на самом деле их очень много. Так, то есть первая группа это обычно транквилизаторы, некоторые прибегают, если это опять же необходимо, к антидепрессантам, которые снимают вот эти вот тревожные расстройства. И третья группа препаратов это бета-блокаторы, то есть их назначают реже, чем первые две группы, но тем не менее, в общем-то, тоже эффект от них достаточно хороший. Вот, поэтому, значит, если вы опять же, вот, сталкивает, и эта тема вас беспокоит, и если вы действительно испытываете вот эти вот навязчивые состояния, то есть нужно разобраться, да, то есть если это обычный страх, то есть как защитная реакция, которая вам, которая идет на пользу, которая вам напоминает о том, что нужно там лишний раз помыть руки, а вы там одеть маску, там и так далее, не ходить там, где много, большое скопление людей, избегайте там, скажем, общественного транспорта, и так далее, если есть необходимость. Это первое, то есть бороться с этим никак не надо, то есть это идет нам на пользу, да, это человек обязан, то есть избегать вот этих ситуаций, которые могут нам как-то повредить. Так, понятно с этим. Вот, и второе же, то есть если это действительно вас беспокоит, если вы чувствуете, что это вам мешает жить, выполнять свои обычные функции, тогда, конечно, это повод обратиться к специалисту и уже с ним решить дальнейшую вашу жизнь, то есть как вы будете с этим справляться, то есть скорее всего он выпишет там лекарства, бояться их не нужно, то есть всегда, то есть нужно иметь специалист, который вам посоветует, что принимать там, потом, дело в том, что на всех людей вот эти препараты, они действуют по-разному, поэтому вам нужно обязательно найти себе такого доктора, чтобы иметь возможность с ним пообщаться, задать какие-то интересующие вас вопросы, то есть поделиться своим опытом, то есть как вы их переносите, все ли у вас в порядке, там помогает вам лекарство, не помогает и так далее, да, то чтобы все это было хорошо, то есть вот эту схему, схему лечения, то есть вы должны очень четко со своим специалистом проговорить, потому что этот вопрос очень сложный и самим вот самостоятельно как бы разобраться вот в этих проблемах, разобраться в то, как, что с этим делать, например, там нажми вот сюда и все у тебя пройдет, ничего подобного, да, то есть это опять же должен быть специалист, то есть конечно страхи можно лечить, иглу, укалыванием, рефлексотерапией, но опять же, то есть у вас должен быть такой специалист, ну хотя бы такого уровня, как у меня, чтобы это можно было с этим справиться, но к сожалению, таких специалистов очень и очень мало, тем более, если вы находитесь не в Москве, то есть это достаточно проблематичнее, вот поэтому все-таки нужно обратиться к психиатру, либо там к психоневрологу, который вам выпишет лекарства и поможет справиться с этой проблемой. Вот таким образом на этом мы заканчиваем, вот все вам хорошего, вот если будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте с удовольствием, на них отвечу. Спасибо. 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 Спасибо.